Специалисты СФУ создали интерактивную карту археологических раскопок Якутии. В первую очередь она призвана помочь студентам-историкам. Она содержит в себе не только информацию, сконцентрированную в одном месте, но и является наглядным пособием. Материалы для создания карты собирались весь год, не только в археологических экспедициях, но и архивах Якутии и центральных городов России. Подробнее о новинке расскажет Юрий Осипов. На карте красном выделено поселение и стоянки. Карта преследует как научные, так и образовательные цели. Наглядный материал позволит преподавателям облегчить процесс обучения. Современный студент привык к интерактивности, к тому, чтобы было много наглядных и желательно красочных каких-то пособий. Он лучше усваивает из-за этого. В проект вошли более 100 объектов разных эпох заречных районов Якутии. Каждый из них включает в себя описание, местоположение и краткую историю изучения. Всего в республике насчитывается более 300 археологических памятников. Кроме студентов, эта карта, конечно, будет интересна специалистам, ученым, археологам, этнографам, вообще историкам. Тоже для достижения своих научных целей. Хотя на данном этапе карта создана для обучения студентов, перспективы ее применения весьма обширны. Первый пробный этап. Мы будем в дальнейшем заполнять базу данных и объекты памятника будем добавлять на карту. Помимо специалистов, в ее создании участвовали также и сами студенты. Они на практике узнали, что такое работа археолога. Для них, как для будущих историков, это важный опыт. Работа при создании данной карты является неким опытом, который помог мне не только более подробно изучить уже изученные археологические памятники, но и более глубже понять именно специфику ведения археологических раскопок. Потому что именно археологические раскопки, они очень специфичны. Тем более у нас на территории Якутии, где лето длится у нас три месяца. Нововведение поможет студентам не только в обучении, но и впоследствии станет подспорьем для написания итоговых работ. Интерактивная карта также может стать хорошим источником для подготовки научных проектов. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.